Девушки отдыхают Потом кто у нас идёт? Андрюша, Петя, Христина Саша Ему 7 лет Нет, ему не 7 лет, 9 лет А постаршего ещё есть Паша Ему 11 лет И последний из тех, кто ездил Ванечка Ему сейчас 7 лет Мы видели высокий дух Людей, живущих в Косове Почему Косове? Потому что там сейчас сосредоточилась Вот эта вот боль народа сербского Это же колыбель Сербии Это же, ну как для нас Куликовское поле И вот там, на этой земле Вот это горнило очищения Происходит Эти резервации страшные В которых мы побывали Ну как уж совсем мало побывали Там день, полдня Но это останется с нами на всю жизнь И дети наши Видели все это И для них это было поучительно И наши ребята И маленькие И Ваня И Паша И Саша Они очень глубоко это воспринимали Они видели албанцев Они смотрели на глаза Это было в Приштине В столице Косово Они видели статую свободы Стоящую в центре города На гостинице Центральной Вот они понимали Что это Символ владычества над Сербией Вот И они это понимали Они это очень остро все переживали Хотя не совсем маленькие Они видели Плач людей Последнего сербского дома В котором оставалось 147 человек Всего На всю Приштину Они слушали истории Которые со слезами Глубокой скорби Боли рассказывали сербы О том Как Как уничтожили сербов В той же Приштине В случае Когда Людей просто На глазах Толпа Разносила По земле Они все это слышали И иногда Мы их Старались Увести от этих родов Чтобы они Не были свидетелями А иногда Мы их не замечали Просто Потом вдруг Видели что они Рядышком Они все это воспринимали И я не знаю Может быть им это было Очень нужно Может быть Когда мы ехали Мы ехали очень долго Потому что Косово поле Очень большое Раньше там не было домов И деревьев А сейчас там деревья Дома Бронеспонтеры С пулеметами И там сказали Что Никто не может подойти К виноградным Где посадили виноград Там не мог Потому что Виноградные рощи Под прицелом Албанских Снайперов Не было страшно? Да Потому что Если бы мы ехали Без Без КФОР То бы То бы нас Албанцы Были Подстрелили Ну какие тебе люди Там запомнились Что тебе Какие-то Такие Мне запомнились Учителя Там Которые были Почему? Ну потому что Мы больше всего С ними были Там Пили чай С ними Там Расговаривали Много Они сказали Что Им можно только Идти В них территория Города Только до Пятидесять До пятьсот Метров И Дальше нельзя Потому что Там дальше Сожгли дома И там Албанцы живут Видел Дома Где Сербы Сербы Не могут Выходить Из домов Из домов Потому что Если они Водут То их Могут Убить А вот Когда я Видел Солдат Какими-нибудь Там Ну С пулеметами Албанцы То мне Становилось Страшно Если они На нашей машине Сейчас Мы Ехали Без Без страховки Без Сопроводимы Да Ну вообще Вот И Это было Очень удивительно С их стороны Что страна Находящаяся В центре Европы На Балканах Так Озывается О своих Братьях Славянах Вот И приехав В Сербию В частности В Белград Я был поражен Обилием Обилием Руин Которые Были в этом городе После бомбежки НАТО И это было Видно Что Это были Огромные раны В сердце Этой страны Я вам скажу Что Общение с сербами И с сербской землей Протекало Не просто Для нас Почему Потому что Ну кажется Вот Мы мечтали Тут как-то Попасть Мы хотели Это увидеть Прожить Это Сострадать Этим людям Да Но вы знаете Мы же ведь Ничего не знаем О Сербии И я вам честно Скажу Даже побывав Там И приехав Оттуда И Упорядочив Эти видеозаписи И какой-то фильм Сложился Со многими Личными переживаниями Может где-то Людям кажется Затянуто Что-то такое Но он получился В какой-то степени Мы До сих пор Капелька За капелькой Частичка За частичкой Постигаем Эту землю Мы учимся Ее любить Мы разучились Любить Мы разучились Сострадать И когда мы Показываем Людям Этот фильм Они тоже С великим Трудом Это воспринимают Ну понятно Земля Ну понятно Люди Ну понятно Монастыри И все Но ведь Сегодня Там Совершается трагедия Сегодня Ведь тот же Приштинский дом В котором мы были В сентябре 2003 года Ведь его же нету Его же сожгли Спустя полгода После нашего приезда Полгода прошло Его нету Люди просто выгнали Без вещей Они почти ничего Не успели взять И им хотя бы Жизни оставили И они сейчас живут В таких же резервациях В палаточных городках Сегодня Они там живут Сегодня Но ведь это Нас никак не касается Мы себе готовим Такую же кару В будущем Мы тоже Можем оказаться В такой же ситуации И мы никому Не будем нужны Потому что Серби еще надеются На матушку Россию И сегодня Патриарх сказал Что пришла очередь наша Время пришло Очнуться нам Помогать И мы стараемся Помогать И церковь помогает И не только верующие люди Помогают И наше добровольство Это Вот Но До конца Так что сказать Что боль этого народа Братского народа Вошла В нашу жизнь Нет такого Мы научились Себя экономить И щадить Но вот это Нам выйдет Очень дорогой ценой Вот Поэтому И эта поездка И эта жизнь Там На протяжении Этого короткого срока Была Таким Удивительным Подарком Божьим Вот И оставила Глубокий след Но Недостаточно глубокий Я так считаю Я бы хотел Чтобы это было Глубже В моей жизни Ты с ними Познакомилась Да А что они тебе пишут Они пишут Мои подруги пишут О своей жизни Как они там живут Вот Ну Присылают Иконочки Фотографии А как они живут Живут они В общем Не очень плохо Но Конечно С ограничениями Что это за ограничения Ограничения В Свободе Все Только в свободе Ограничения В Ну Конечно же В Самых насущных Потребностях В жизни Как их зовут Татьяна И Надежда Русские имена Да Сербских Девушек Да Письма Из Араховца Из Косова Приходят В поврежденном виде Потому что Все письма Проверяются И отслеживаются 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 Не только сербов Не только сербов Но и военнослужащих НАТО И ООН 61 ранен И 1 убит Таковы потери Миротворцев За последний июль По всей Сербии Сотни тысяч человек Прошли сегодня Маршем протеста Мир должен увидеть Трагедию Косова И остановить Геноцид Из Белградской студии С нами на связи Профессор политологии Сава Живанов Здравствуйте Господин Живанов По сообщению Из зоны конфликта Столкновения продолжаются А из небольших деревень Идет эвакуация Сербского населения Совет Безопасности ООН Уже выступил С осуждением Насилия в регионе НАТО направляет В Косово Свои войска За двое суток В результате Межэтнических столкновений Погибли более 30 человек Количество раненых Исчисляется сотнями Экстремисты уничтожают Жилые дома И православные церкви Сегодня днем В самом центре Приштина Полностью сгорела Церковь Святого Николая Это не единственный пожар И сейчас город Окутан клубами черного дыма Чтобы стабилизировать ситуацию НАТО направляет Свои войска в регион Этой ночью На военном аэродроме Приштина Приземлились самолеты Британских королевских ВВС А несколько часов назад Стало известно о том Что Германия и Франция Направят своих миротворцев В ночь с четверга на пятницу Морода Покосовская А там ангели мосты мостючь Черным сукном выстилаю А черным сукном выстилаю Золотым властью Прибиваю Поехал казак на чужбину далеко На добром коне своим бородым Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добом 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон дань «Симон» 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 «Симон!» «Симон» «Сim!» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Россия не имеет верного совместника, как есть в Черноборе в истории. Не стоит так совместник, который только любил Россию, как в Черноборе. И также в Черноборце это был народ. Первый митрополит, который споставил дипломатские отношения, был Данил Петрович Негуш. В то время была Венеция на море, Австрия там близ, Турция около всех, а Россия там дальше страна. И он сказал, я Москов, я Москов, я Москов. Ако я есм Москов, Черное горе ест московская земля. И он да, свя враги Черногория раздражатся. И турки, и венецианцы, и они заедно воевали против Черногории. Пойдут в войну. Один раз. Интересно, то есть Божье чудо. Крайны венецианцы с Приморья, из города Будва, вторая страна, турки, с Подгорицы. Подгорицы, Бентурская, турецкая территория. Одна молния ударит турецкое войско, вторая молния ударит венецианское войско и край войны. Это когда было? Это было начало 18-го столетия. Сербия и Черногория. Можно сказать, что это Сербия, а Черногория? Или это все-таки все Сербия? Да, можно сказать и одно и второе. Исторически это так. Негде это было единственное государство, а негде было различное, но также два сербского государства. Край Николаев говорит, например, в своем документе, Черногория есть чистая сербская государство. Сербская государство. Тут живут сами чистые серби, национальные. И все черногорицы во время кролика Черногорского Николая, независно Прилевского Черногорица, были стопроцентно серби, национальные. Такое. Господи. У нас, я то был сербского кролика, мученика, святителя Стефана Дечанского. Он построил во время своей жизни монастир Дечани в Косове. И то есть сегодня сам знаменитый, сам великий сербский монастир. Имеет 35 монахов и послушников, что есть самый великый броя за сербский народ. А он принадлежит и фамилии Неманнич, сербской династии, коя имала 10 владетеля, 9 святителя. Наше сербское имена ослешено мученическим страданием сербского народа. У битвах с турками, с разними другими врагами сербского народа, так и многие мученические погибли на Косове. И там погибли известный мученик Топлица, Милан, Милош Орбилич, Иван Косанчич. У последней войны так многие погибли с этим традиционным народным именима. И мы читаем их уже мучениками Христовыми и святителями. И так эти имена, и действительно осветил Господа. Так это считаем, что все-таки мы имеем меня святителями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да. И он тоже вот в плен попал, и его пытали, ему голову пилили, и он отказался снимать крест с себя. Здесь не было троих друзей. Это... это единоправильно, это единопотребно. Как вы живете в России? Какой народ дал свою... дали маленьких променах туда? Какие проблемы? Ну, таких проблем, как вкусовый, нет. Может быть, там денег, зарплата маленькая у людей, едва хватает квартиру оплатить. У кого-то большая зарплата, тот строит дома. В общем, народ живет не очень богат, но трудиться приходится очень много огорода и все. Духовная жизнь какая? Духовная жизнь все-таки поднимается. А вот так вот, как у вас тут, то, что творится, это... у нас происходит только на границе с Чечней. А Приштина там уже албанцы, да? Да, уже албанцы. И теперь там уже не учатся серби? Да. Не учатся? У Приштина 200 асарбайда сам. 200? 200. 200. 200 человек? 200 человек серб. Серби. 200 человек и все? Серби. Серби. А остальные сербы? Серби. Они все окружены албанцами. Гавшаница, они все албанцы. Так вот, не свободны на секрецию и не смеют на секрецию. Только с сопровождением проезжают? Да. С сопровождением. Гавшаница. Гавшаница. Народом. Народом. Но вернее в Темска. Гору У… Манасир Темска. Темска. Гору, это и в юридский края. 30 русские убили, а 1 српиня, а та српиня за годину дана изгубила српский язык, научила перфектно русский. Био между ними, том и осталось. Бога родице, дьяву радуйся, благородная Мария, Господь с тобою, благословена ты с женами, благословене 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 твоего, якоспаса родила яси душа наша. Стретям путь! С Богом! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Муз finde тебе» «Симон» «Симон» Вы можете видеть? Да. Вы, отец? Да. Доброе утро. Это ваша жена. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вы ощущаете? Все хорошо. Сейчас мы увидим сестра Вилька и нас. Мы чувствуем себя хорошо. Надеюсь, что это хорошо. После этого вы можете идти. Давай! 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 Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А есть вы, снижая логика? Один соли, они биться – вы, снижая логовная лига? Вы, снижая логика? Добрый день. Как вас зовут? Имя? Немец. Тебя? Сенька. Сенька. Сенька? Тебя? Горда. Будешь? Я. Ёвана. Ёвана? Да. В этом доме живут сербы, в основном сербы, которые выгнаны из своих квартир в 1999 году и позже. Значит, из своих квартир в центре города и из своих домов, из окрестностей Приштина. Многим дома сожгли, значит, большинство из них не работает. Никаких условий, абсолютно. Значит, два года мы не знали, кто из нас в Приштине. Мы не видели друг друга. Приехали сюда с эскортом, с кей-формом. И мы встретились впервые здесь. Это было просто чудо. Мы плакали, как вы сегодня. Они собрали всех, да? Все собрали. Сколько их осталось, собрали здесь. Моя мама сильно болела и говорит, дочка, что это? Что это сербы уходят с Косово? Я говорю из-за великого страдания, мама. Не смеешь чадо покинуть Косово. Стыд и позор нам всем будет, если не сохраним свою землю, свой дом. Кто нас гонит? Кто это? Люди это или звери? И после этого мама умерла. Тешко. Мене тяжко. Кажи мне, как это, как это жили. Я люблю всех людей. Как другие не знают. А другие то не знают. Вы на своей земле. И некуда идти вам. Ну, ту, 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 ту же. Наши гости, пусть узнает, достиглись далеко до вас видят. Хвала. Благо. Плагословник Владимир Зотов и некоего супруга Екатерина, који су родили овако прелепу децу. И не само да имају ових шестеру које видите, но имају још три у Москви, т.е. у подмосково да се живемо. Оставили су своје најмладје дете о 9 месяци да би дошли да се сретну с вами. И то је заиста... Вирљиво. Заиста, заиста вирљиво. Нихов ансабо, породични певачки ансабо, се зове Жива старина. И они ће почети овэй програм једном од својих песам из репертуара. Они певеју духовне песме руске, певеју народне песме, козачке, ратне песме и т.д. На граните се высуји. У award Multi Mio Живе Певе и т.е. Юба, братцы, молодцы, эй, молодцы, юба, братцы, молодцы. Нам врагов мы нападали, все круги и гафли и трали. Эй, молодцы, юба, братцы, молодцы, эй, молодцы, юба, братцы, молодцы. Мы отрады получаем, в уголу возляли, эй, молодцы, юба, братцы, молодцы, эй, молодцы, юба, братцы, молодцы. Он пришел в река с весной, в полку нашему домой, эй, молодцы, юба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, юба, братцы, молодцы. У сибирску сторону мудра, о байкалу само мудра. Эй, молодцы, юба, братцы, молодцы. Грачаница, не была бы ты каменная, вознеслась бы ты на небо к Богородице Милошевой и Сопочной, и враги не топтались бы в круг тебя. Бранье не чернело б на паперти, каркое, и твой звон не звучал бы, как сердце мое стучит в жутком страдании. Грачаница, мы не ангелы, грешные люди. Да не можем забыть те святые твои алтари. Если ты не вросла бы столь в землю глубоко, то смогли б мы тебя словно яблоню выкопать вместо иное, и согрели бы старые корни. Грачаница, если б полем ты стала, то собрали б мы поле по горсти и с собой унесли бы в изгнание. А землей бы забрали весь прах вековой наших предков, рассея на кости. Грачаница, не была бы ты каменная, вознеслась бы ты на небо. Как бы ты могла на небеса познать. Дочке моей, Ефимии, не спрашивай меня, моя доченька, как же так? Отчего не вернемся домой? В этом горе вины твоей нет. Ты мала, и твой носик, как кнопочка, мал. Я, мужчина, и то не пойму, что вокруг происходит. Вижу только, что тьма, словно черное поле комки, свой мрак разбросала. Что скажу я тебе, оградить тебя как? Оружьем? Оно ведь со мною. То оружие сердце мое, а слова его поле. Укрепи меня чистой молитвой своей, моя дочерь, рожденная в Косово. Ты прекрасна, как наша родная Метохия. Я это вижу, но время ослепло. АПЛОДИСМЕНТЫ Убий свой голос. Убий свой голос. Потому что залетил чужой сад. И дали что долетел у туги врат. И чужих ягод там е билос. И там е ел туги ягоды, туги плоды. И он теперь не может спидати. И он больше не может петь. Так и мы, русские и сиропы, и другие, Ивана, не помнишь Иракства своего, и другие народы, и не помните свой род, и историю, и веру. Терем свой голос, губим свой голос, и свою страну, и Россия в тяжелом сейчас тоже положении. И Россия забыла, что она Россия. Россия забыла, что она Россия. Такое ощущение в больших городах, кажется, что мы находимся в Америке. Такое ощущение в больших городах, кажется, как мы находимся в Америке. Где одна одежда? Всегда одна, только одежда. Одни одинаковые журналы, которые пистрият развратом и наслаждениями. Везде народ спивается и много пьет, упортит свое здоровье. Потому что идет реклама, наслаждение, наркотики, проникают в наш народ. Так же и у нас в России. Такое и у нас в России. Одинаковое поведение, вот такое. Все, что делает с нами информационная война. Все, что нам радует, идет информационный рак. Который сыпется с Запада по телевидению. И вот такие простые песни, тихие мелодии, сербские и русские, они должны нас укреплять как чистый родник. Чтобы мы стояли крепко на своей земле, хотя бы в своем сердце, хотя бы в сердце, хотя бы в сердце, хотя бы в сердце, хотя бы душу не продавать. Да душу не продавать. Я, дочь Божия, Сербия, добровольно признаю в цепях и проволоке перед свидетелями. Признаю свою вину. Я виновна. Я виновна в том, что я есть. Я виновна уже давно, что смотрю в небо, а не на землю. Я виновна, что дерзнула вас стать против вины. Я виновна, что читаю и пишу кириллицей. Я виновна, что смеюсь и плачу. Крива. Крива. И да завершим са наивечом кривицом, пренегу, что се заценим от смека. Крива сам тврдоглавка, что сам православка. Я виновна, упрямая в том, что я православная. Я виновна, значит, в том, что я есть. Но если я уже есть, я виновна в том, что не признаю, что меня нет. Если я это признаю, чтобы спасти свою голову, я потеряю свой крест и крестную славу. А если это я не признаю, меня ждут беды. Весь мир набросится на мою землю. Орда бывших людей, воров и голодранцев. Стадо роботов и других чудовищ кинется на мои сады и поля. И на мои белые дома возле дорог, возле которых, словно красавицы невесты, цветут яблони, сливы, черешни. Враг мой с тысячью рук, с тысячью слуг и служанок лжи. Ты сорвал мое солнце, как яблоко, и радость чистую. Мои потомки будут пить горечь и желчь, а твои уже пьют горький мед на кровавые деньги. Которыми ты наполняешь свой кошелек, распродав мою родину. Недоброжелатели, сытые и безумные. Ну распните меня наверху горы, как ваши праотцы распяли моего праотца, Иисуса Христа из Назарета. Уброси ми солнце, как яблоко, и радость чистую. Там, далеко, далеко, далеко ли у жут. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ах, ты, Коля, Николай сидит дома. Это послается? Тут звучит чересчур, узнавище. Давайте войдем. Вы знаете, живешь 4 года в Казимате, считываем прямо смерти. И смерти вот эти люди никто, даже дети, не боятся. Боятся только позора, боятся унижения. Но смерти никто не боится больше. Из всех тех, которые остались здесь. Убивают до сих пор? До сих пор. Причь не убивали в последнее время. Вы знаете, в августе, что были 6 сербов. В августе. Только в августе месяце в этом году. Два месяца тому назад. Среди которых и двое детей в городе. В Метахии. Трое тяжело ранены. И двое убили. Двое детей. Просто расстреляли. Дети купались на реке. Рангу вам об этом расскажут. Они купались на реке Бистрица. В деревне Горождево. Там живут в таких же условиях. Тысячи сербов жили. Только в одном селевре. До недавнего времени. Было просто, что никто из сербовников не выходил на улицу. Вообще никак. Дети даже в Ланске были инструированы узнавать сербов. Делали это просто так. Как выйдешь на улицу и дети спрашивают, сколько, который час. И так узнавали сербов. У них убывали нас прямо на улице. Ну, вы что? Ну, а послушайте пример. Ну, как? Ну, это просто не умещается. Например, моего коллегу Драгулю Бабашича, профессора университета электротехнического, удивительного человека. 28 ноября 1999 года они отмечали, албанцы, день флага, то есть день республики Албании, другое государство. Но они отмечают его как свой. И он поехал из моего соседства, мы жили рядом с друг с другом, в наши дома недалеко, поехал со своей женой и с тещей проверить, какая ситуация там, где жила теща. Значит, просто дом навестить. Возвращались вечером, и когда узнали албанцы, что проезжают сербы, их остановили. Профессор Бабашич попробовал, попытался спасти свою жизнь с помощью английского языка, потому что он отлично знал английский, будучи работал в Америке. Одно время. К сожалению, они узнали машину, а машина фабрики Застова и сервис Крагуеца. Они, наверное, знают, что американцы не... Не позволят себе сидеть в таких народных машинах, национальных. И вот, его прямо убивали час на виду, вот, у прохожих на виду, тысячи молодых албанцев, и старых, и молодых, и женщин, и мужчин. Они кричали, смерть сервам и НАТО. Военнослужащие Великобритании и не попытались добраться до человека и спасти ему жизнь. В Европе, особенно Америка, это называют инцидентами. Вот это для них, вот, просто... Ну, это смерть, это... То есть полное молчание, что здесь маленькие конслоги. Они постоянно говорят, что... Они постоянно говорят, что лучше. Лучше. Ну, смертей в Сипричине меньше, конечно, но просто нет сербов больше. Некого убивать. И тот, кто остался, живет... И живет в лагере. Как мне не матерь зажигали, дом зажигали, матерь убили албанезу. Мора живет там. Нема. Как так, Мора живет. Десять раз живет. Мора так живет. Я, женщина, и три дочери. Овдя в Кристине живем. Десять раз живет. Субтитры создавал DimaTorzok Печаль – это когда кого-то не хватает, когда у тебя погибнет отец, когда дом разрушен войною, когда тебя нет дома, когда кто-то уйдет из дома и не вернется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я не хочу об этом писать, но много думаю о возвращении. Это невозможно. Как я могу об этом думать? Это был самый счастливый день в моей жизни. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Страшно, да? Страшно, страшно. Хочешь ты на братан, страшно, мой. Защиты ни от кого нету. Ни от кого. Никто не может защитить вас. Защиты, не защита, ну... Помощь. Ни от кого. Ни от кого. Ни от кого. Это пороха. Это горько. Град, град. Огде живи серби там где? Да, когда дошли. Ни за... 20 000. Град около 20 000. В городе 20 000 албанцев живи от Ни за. А община 7 000. Сербия в сколько? 400 серби в городе. 550. 540. 5 000 или 20 000. Было больше 3 000. В гимназии тренутно имамо 52 ученика. 52 ученика. Это страшная обстановка вокруг. Она сказывается на учебе, на психике детей. Естественно, что в такой ситуации дети выведены из психического равновесия. На детях, да и на взрослых, которые работают здесь, сказывается такая обстановка. У нас в школе Вараховцы учатся ребята из соседнего села Великой Хочи. И каждый день мы боимся за них. Как они будут добираться до школы и обратно. Все время присутствует страх в наших сердцах. За них доедут, не доедут. Но, слава Богу, до сегодняшнего дня ничего плохого не произошло. Время очень опасное, тяжелое, но мы обязаны терпеть, чтобы выжить. Я надеюсь, что придет день, что все станет как раньше. Раньше здесь проживало 5000 сербов. Сейчас осталось только 1200 человек. Около 500 людей в Вараховце и 700 в Великой Хочи. Фактически за определенную, ограниченную территорию мы не можем выходить. Запрещено. И на кладбище православном не можем захоранивать своих умерших. Около церкви места нет. Значит, проблема, что и мертвых своих не можем достойно похоронить. Недавно в селе Гораждевоц убили детей, а также в местечке Обилич погибли люди. Ни я, ни мои коллеги, ни родители, мы не можем быть спокойны за жизнью своих детей. Гулять далеко нельзя, только рядом с домом и школой. Гулять дети имеют возможность. Могут дети погулять вокруг. Вокруг? Ага. Наша деца, да вам скажем сейчас. Наша деца, всем омога круга, едно 300 метра идем западно, и дохоче, не могу ни где више давать. Какой радиус? Около 500 метров. Территория? Около 500 метров. Круже. На штабу 500 метров по кругу? Да. За этот круг выходит не все. 250 метров полупречный. И за эту границу выходит не все? Нет, 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 нет. Все знают. Бой. и все знают, что у меня не без одежды. Это не очень любит. Подождите с вами, как же раз в-звук. Я не запутал, в-звук. Ты очень любит. Ура. 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 Поехали! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «ПONG exporting «Ана» «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Что бы ты хотела передать себе, когда будешь смотреть эти кадры в России?» «Эсше раз оказаться здесь» «Еще раз оказаться здесь» «Я шли в комментариях ICU Montana то на наших книгах büyükiono котики» «Очень じyah!